В середине июня в Санкт-Петербург приехал единственный россиянин, выступающий в UFC, Хабиб Нурмагомедов. Одной из причин его визита в город на Неве стало подписание контракта с командой «Мамишев Тим», в которой выступает один из друзей Хабиба Михаил Малютин. Через Мишу я попал в команду «Мамишев Тим». Сейчас они построили зал, сейчас в сентябре будет открытие зала. Мы построили один из самых современных залов в России, можно сказать, где будет сетка, где будет вольный зал, где будет ринг, там будет тайский бокс, там будет кикбоксинг, ММА, боевой самбо, вольная борьба. Ну, к этому всему Миша приложил свои усилия тоже. И не только сам развивается, но и помогает развивать смешанное единоборство в России. У Хабиба действующий контракт на пять боев. Свой первый бой он провел 21 января. Его соперник был повержен в третьем раунде удушающим приемом. Да, у меня еще пять боев по контракту. Но если там они как по плану мы рассчитываемся, хорошо закончатся, будет продление контракта. И, ну, ближайшие два года у меня точно все связано с UFC. До 2014 года. После первого боя Хабиба президент UFC Диана Уайт поздравил его с победой и придумал российскому бойцу оригинальное прозвище. Он там пару вопросов задал мне. Я ему сказал, сори. Он посмеялся, ушел. Когда бой выиграл, он поздравил меня, назвал ветряной мельницей. Ну, я потом этот менеджер перевел мне. В ближайших планах российского бойца бой в Лас-Вегасе 7 июля. Соперник – бразилец Глейс Сантибао. Хабиб признался нам, что готовит будущему сопернику несколько сюрпризов, среди которых – отточенная ударная техника, над совершенствованием которой он успел поработать и в Петербурге. Ну, честно сказать, до сих пор у меня в основном в борцовской технике была склонность. Ну, сейчас мы последние полгода после моего первого боя на UFC поработали очень много над ударной техникой. И я думаю, в этом бою, в грядущем бою, меня мои поклонники, наверное, увидят в основном в ударной технике. КОНЕЦ